Добрый день, друзья мои! Счастье можно купить за деньги? Да, достаточно сделать стрижку и уклакку. Эпиграфом сегодняшнего показа хочу сделать слова стилисты Жанны Муравьёвой. Самый главный совет, который я бы хотела дать женщинам 40-50 лет. Не нужно цепляться за образ, который так шёл вам 10 лет назад. Молодость уходит туда же, куда и детство, в прекрасные края. Не пытайтесь одеваться и краситься так, как раньше. Это только быстрее состарит вас. Мой совет – найдите свой новый стиль. Всё меняется – время, мода и, конечно, сама женщина. Можно сколько угодно отстаивать своё право быть прежней, но не будет ли это обозначать, что женщина в свои 50 не принимает изменений и только и делает, что смотрит назад. Итак, тема сегодняшнего обсуждения – изменения стиля в зрелом возрасте на конкретных примерах. Посмотрите, какая красивая, зрелая женщина перед нами. И вот её новый образ. Если оценивать изменения по трём критериям – выше уровень или женщина стала проще, вульгарнее, современнее или устаревший образ – идёт, не идёт, то всем трём критериям новый образ этой зрелой дамы отвечает. Она стала выглядеть моложе, современнее, ей этот стиль идёт. Именно вот на этот вариант преображения, изменения стиля, стоит обратить внимание тем женщинам, тем дамам, которые являются противницами короткой стрижки. А здесь получается такой компромиссный вариант. Не короткая стрижка, но и не длинные волосы. Получается очень женственно и в то же время очень современно, не дамисто. Мне кажется, вот очень хороший вариант – удачный макияж. Кстати, такую прическу нетрудно научиться делать самой. Посмотрите короткое обучающее видео. И я думаю, вы согласитесь, что при достаточном терпении можно научиться такое делать самостоятельно. Согласна с вами, что иногда пакут в парикмахерскую – это полное разочарование. Давайте учиться делать прически самостоятельно. Посмотрите, на первый взгляд изменения внесены минимальные. Но какой эффект? Унылая дама превратилась в очень изысканную, очень изящную леди. Одно из удачнейших преображений. Что было сделано? Стала короче стрижка, но, естественно, появилась форма. И немножечко прикрыли лоб. Сделали окрашивание, тонирование. Для женщин невысокого роста, худеньких, изящных, вот такой стиль будет очень хорошо. Если вы мысленно ассоциируете себя вот с таким стилем, то, может быть, стоит подумать о такой стрижке и прическе, о такой укладке. Изменение стиля нашей следующей героини также отвечает всем трем критериям удачного имиджа. Ее уровень стал выше. С рыжими волосами она не то, что выглядела вульгарнее, но выглядела, скажем так, проще. Ее новый облик более современный и новый цвет волос и стрижка ей идут. Как вы думаете, можно женщину изменить до полной неузнаваемости? Вот вам ответ на этот вопрос. Полное преображение, полное изменение стиля. Удачное ли оно, отвечает ли оно всем трем критериям? На мой взгляд, новый облик героини стал более не вульгарным, но более, я это называю, галантерейным, слащавым. Но ей очень идет. Она стала более сексапильной. Какая-то новая грань ее личности была представлена вот в этом новом ее имидже. Напишите, что вы думаете. И вот эти так называемые перышки, прически и слишком яркий макияж с вот такими фиолетовыми тенями вокруг. Немножечко, мне кажется, это несовременно. Дорогие мои, я очень хочу, чтобы каждое видео моего канала было полезным для вас, приятным. Поддержите меня в этом моем стремлении, хорошо? Наша следующая героиня. Желтые волосы. Это всегда очень простит. Новый облик. Сейчас мы внимательно его рассмотрим. Это волосы пепельного цвета. Короткая очень стрижка. Все, уровень стал выше. Она очень современная, ей идет. Но у меня есть несколько небольших замечаний. Посмотрите, очень высокий лоб и очень небольшой подбородок. На мой взгляд, несколько прядей на лбу сделали бы лицо более гармоничным. И брови черного цвета, посмотрите, одной сплошной линии, неестественной. Это грубо. Можно было сделать макияж более изысканным. Чувствуется, что волос немного. Но женщине нравится. Она стала очень привлекательной. Следующее преображение. К сожалению, нет фотографии до. Это один из вариантов на обсуждение, как можно подать полноту. Вот иногда есть такие женщины, которые обыгрывают свою фактуру именно вот таким образом. Не обязательно столь экстравагантно. Но вот в этом что-то есть. Может быть, присутствует элемент некоторой вульгарности. Нет, не вульгарности, а эпатажа. Женщина идет. Она очень выглядит современно. Я не скажу, что ее уровень стал лучше. Мы не знаем, каким он был. Но это интересно. Что было до изменения имиджа? Желтоватые волосы относительно длинные. Ну, скажем так, обыкновенная внешность. Ничего примечательного. Стилистам удалось выявить индивидуальность этой дамы. И после преображения с новым имиджем, с новым стилем, посмотрите, как заиграли ее тонкие черты лица. Очень красивый оттенок волос. Прекрасно сочетается с лавандовым цветом ее шакета. И вот один маленький минус. Изгиб неприятно удивленный бровей и очень грубые черные вот эти вот сплошные линии брови. Мы в прошлый раз, в предыдущем видео много говорили о бровях. И, к сожалению, это очень-очень типичный недостаток. Обращайте внимание у других. Посмотрите, какие брови у вас. Измените их. Сложно поверить, что эта эффектная зеленоглазая красавица на самом деле до изменения имиджа была вот такой скромного вида малопримечательной молодой женщиной. Стилист сумела выявить самые эффектные черты ее индивидуальности, как женщины. Она выглядит сейчас очень современно. У нее очень модный цвет волос. Челка помогает показать ее глаза. Очень красивая, очень эффектная. Напишите, что думаете вы. А еще обратите внимание на такой нюанс. Очень часто на фотографиях после женщин фотографируют с кистью, которая находится в районе подбородка. Возьмите для себя этот трюк, если вы хотите выглядеть чуть-чуть помоложе, потому что вот эта кисть руки, она может закрывать второй подбородок или нечеткий овал. Дорогие мои, не жалейте времени, сил и средств, если они позволяют вам, на то, чтобы изменить свою внешность, улучшить свой имидж, потому что вместе с ним улучшается наше настроение, самочувствие. Давайте будем открыты всему новому. Хорошего дня, хорошего настроения, самочувствия, оптимизма. И до новых встреч на канале. Субтитры создавал DimaTorzok